Всем привет! Считается, что электросамокаты и моноколеса это чисто летние средства передвижения, но каково же ездить на этих средствах передвижения зимой? Этот ролик будет сниматься в городе Москва. Мы проедемся с вами по дворам, там где не почищено, проедемся там, где более-менее почищено. И я надеюсь, у вас сложатся впечатления, так все-таки можно ли ездить зимой на электросамокате, комфортно ли это делать, нужен ли какой-то особенный самокат, или же однозначно делать этого не стоит. Зимний тест-драйв на электросамокате, под снегом лед. Здесь снег утрамбованный, дальше чуть рыхлый, расчищенный на стоянке автомобилей. Накосячил. Покрышка передняя стоит более-менее агрессивная, а задняя стоит, условно говоря, летняя полуслик. В сравнении полного привода и заднего привода. Итак. Оп. Это на полном было. То есть я въехал. Отключаем. Пробуем. Все. Зарылся. Сингл дуал. Так, вот. Ну, в общем, вот как-то так срывается самокат с места на полном приводе, при этом на моноприводе он ехать отказывался вовсе. Ледяная, обледеневшая, точнее сказать, дорожка, посыпанная снегом утрамбованным. Здесь покрышка зубастая цепляется отлично. И такого сноса, как был при первом тест-драйве, я уже не чувствую. Потому что при первом тест-драйве переднюю часть самоката, рулевое колесо, морду, если хотите, руль, сносило вбок. То есть соскальзывание было боковой постоянно. Давление я накачал сейчас в эти колесики диаметром 8,5, размерностью 8,5 на 3, 2,5, 2,5 атмосферы. Итак, чуть въезд в небольшой уклончик. Смотрите, по снегу уже идет уверенно. Это значительно увереннее, чем было раньше. Да, на маленьких колесиках потряхивает. Спору нет. Это 8,5 дюймов, напомню. На десятках было бы комфортнее. Но если уж делать такой экстремальный тест зимней ездой, то надо, грубо говоря, брать худшее. То есть это размерность колес такая же, как на Kugel Kewin G2 Pro в ревизии 2022 года. Еще раз сейчас проеду вот этот небольшой участочек специально для того, чтобы протестировать снос руля. На подобном покрытии на летней резине я ехать не мог. Меня сносило. Здесь же, благодаря тому, что резина с чуть лучшим зацепом, ехать уже хоть как-то получается. Но, честно, хочу сказать, руль все равно сносит. Но, смотрите, более-менее какая-то прямая вырисовывается. И если бы еще и задняя покрышка была с агрессивным протектором, более-менее агрессивным протектором, то, конечно, я двигался бы еще увереннее. Продолжаем движение. Буду стараться ехать по снегу. Че уж, зимний-то ждать. Такой смысл по асфальту, по почищенному кататься. И делиться с вами впечатлениями. Итак, чуть набрал скорость. И все, в общем-то, самокат уже гораздо более адекватно стал держать прямую. Но тут же вырисовывается еще другой нюанс. Ведь если на такой скорости будет снос руля, то падение будет более критичным. Так, притормаживаю. Пользуюсь преимущественно задним тормозом. Вот здесь начинается жесть, что, как говорится, лед такой перья... В общем, неровный, замерзший вот такими вот штуковинами. Плюс еще сверху снег. Это, конечно, кошмар. Здесь двигаемся. Будем двигаться по заснеженной пешеходной дорожке. Так. Ледок, ледок. Ну, с плавным стартом на льду, кстати, более-менее. Вот по этой дорожке попробуем проехать. Смотрите, выглядит вообще практически как снежная целина. И очень интересно, как именно здесь себя поведет самокат. Посмотрите, что творится с покрытием. Если бы здесь была не резинка, а шкурка, то, конечно, все было бы гораздо хуже. Ну что, трогаю с места. Чуть-чуть пробуксовывает переднее колесо. Но, опять же, напомню, оно фактически к меня и тянет, потому что заднее летнее полуслик. Ну и смотрите, по снегу адекватно, адекватно. Гораздо лучше, чем на полусликовой резине. Ну, то есть, получается, если поддерживать правильное давление в покрышках, если хоть какой-то протектор есть, то зимой едется вполне себе неплохо. Еще одна дорожка, такая дикая, скажем так. Пробуем. Смотрите, едет 8,5 дюймов. На десятках, конечно, здесь было бы еще лучше. Самое главное, сейчас дорожки никуда не съехать, потому что это может быть падение. О, прикольно, заднее колесо подбуксывать начинает. Переднее тащит, а заднее немножко так в сторону носит. Интересно, а что будет, если газ в пол нажать? Ну-ка, сейчас на троечку переключусь, попробую. Так, троечка, аккуратненько трогаюсь. Так, полный газ. О! Ха-ха! Перед пробуксовывает и чувствует, что тащит, а задняя часть пробуксовывает и чувствует, что его немножечко носит. Езжу специально по диким тропинкам, для того, чтобы протестировать проходимость. Но! Вот здесь лед. Ну вот, реально, лед. Блин, не рухнуть бы. Так, посмотрим, что у нас будет здесь. Понятное дело, что без шипов ничего хорошего. Пробуем. Одну ногу буду держать на весу, от греха подальше. Скорость единичка. Привод. Пока полный. Пробуем. Вот. Как только начинается лед с уклоном, камера этого не сможет показать. Но суть в том, что вот здесь выше, чем здесь. И поэтому льду меня уносят в бок. Ну, соответственно, из-за этого равновесие можно потерять. Но, понятное дело, что без шипов по льду ездить, это вообще неадекватная затея. Поэтому выбираемся на снежок. Еду по более-менее гладкой поверхности. Смотрите, не отпускаю круг газа и не давлю его. Ну, и все. И поехал дальше. На полусликовой резине самокат в буквальном смысле втыкался в этот снег. И прям чувствовалось, что он не может проехать. То есть нужно было активно подгазовывать. А вот сейчас он ведет себя абсолютно адекватно. При чуть сниженном давлении. При наличии хотя бы одной покрышки с более-менее таким агрессивным протектором в горку по льду. Ну-ка, смотрите, заехал. Вот он, снежочек. Такой более-менее глубокий, перемолотый. Каша такая снежная. И лед, под ним лед. Кстати, сейчас я двигаюсь от автобусной остановки. Хорошо видно, что здесь люди частенько ходят. То есть, в принципе, это вот то, почему передвигаются, в том числе и самокатчики, зимой. Ну, как видите, вполне себе адекватно ехать можно. Осторожненько, конечно, с опаской, но ехать можно. Так, здесь по ледочку, по ледочку. Нормально. Вообще нормально. Сейчас вот газ в пол вообще нажал. Сцепления хватает. На льду. На льду пробуксовка, ну, такая не особо критичная, явная. Ну, то есть, в принципе, ехать можно. В общем, как вы понимаете, режим зимнего движения на самокате подтвержден. Это возможно. В том числе и по сложным покрытиям. Здесь у нас уже, конечно, гораздо проще. Здесь чуть-чуть обледеневший асфальт. Так, попробовать торможение. Что получается? Адекватно и достаточно быстро. Так, передний тормоз. Внимание, не повторяйте. Дома, как говорится. Адекватно. Если бы здесь был совсем голимый лед, конечно, резко тормозить нельзя было бы. Но вот по такому обледеневшему немножко асфальту, он блестит, скажем так, от сырости, вполне адекватно. Попробую побыстрее преодолеть дорожку. Ну, вот сколько он? 20 км в час, чуть меньше, да, 17. Так, поперек проехал колею. Ну, и здесь уже встал. Потому что лед... В общем, вывод однозначный. Ездить можно даже на маленьких колесах. Но при этом стоит обратить внимание, конечно, на зиму на колеса большего диаметра. Это будет комфортней и проходимее из-за площади контакта. А так, обычная резина с более-менее цепким протектором решает практически все проблемы с зимней ездой. Ну, и остается у нас тест-вуклон. Попробуем. Блин, боковые сносы, конечно, это очень опасно. Двигаюсь как раз-таки к месту, где располагается тестовый уклон, который вы уже знаете. Я его пробовал преодолеть на обычной полусликовой покрышке. И сейчас мне очень интересно попробовать, как себя самокат поведет на покрышке более-менее цепкой. Здесь это уклон обледеневший. И автомобиль еще здесь, как вы видите, нарыли. Вот, залетаю. Затаскивает вообще, ну, ура! Я, честно, хочу сказать, удивлен, на полусликах такого не было. Он просто скользил и все. Ну, то есть буксовал. И никуда не ехал, а здесь прям адекватно. Ну, и вот он уклончик. Он сейчас, конечно же, не покрыт льдом, как это было в первый раз. Но, тем не менее, попробуем. Ну, вот, сцепление улучшилось, и все, и езда сразу наладилась. В общем, зимняя езда на самокате – это возможно, если я подготовил технику. Точнее сказать, если покрышки подходящие, и если мощности хватает, то ездить вполне себе можно. Вот такой небольшой тест-драйв у меня получился. Я не старался ехать далеко, я не старался ехать долго. Задача этого ролика была показать, как есть. Итак, самокат с покрышками 8,5 дюймов. Протектор дождевой, ну, или полуслик, его можно назвать. И, как вы видели, даже он справляется с плотным снегом, в котором колеса завязают. Если бы здесь стояли покрышки более зубастые, то ехать было бы однозначно комфортнее. Соответственно, если вы приобретаете электросамокат для езды круглый год, то при выборе уточняйте, существуют ли для него так называемые зимние покрышки, ну, или просто покрышки, которые подойдут для езды зимой. Надеюсь, этот обзор был для вас полезным. Что вы думаете по поводу зимней езды и какой электросамокат вы бы выбрали для езды зимой? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока!